где у нас стартап котики как растут стартап котики кто у нас стартап котики станете юной корни здравствуйте мои дорогие стартап котики у нас в сентябре 2020 года продолжается карантинчик но тем временем мы не сдаемся и продолжаем снимать стартап котиков сегодня я решил сделать это с выходом на наш замечательный сан-франциско вей залив сан-франциско и попробую поговорить в 49 эпизоде стартап котиков о такой забавной фразе fake it till you make it притворись до тех пор пока у тебя не получится но вокруг нас располагаются дома тех кто тех людей некоторые из которых действительно фейкнули до тех пор пока они не мейкнули вот но мы не будем сейчас призывать людей обманывать кстати говоря покажем вам и ту сторону которая выходит на остров вот вы его видите с забавным названием остров сокровищ остров сокровищ treasure treasure island вот у него интересная история но я его я его расскажу когда-нибудь в другом видео а пока поговорим об этой странной фразочке fake it till you make it притворись или мани ну-ну-ну-на-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-р-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н Но мое утверждение заключается в том, что игра в кавычках в стартап, хотя это совершенно серьезная штука, это серьезный бизнес, если это действительно настоящий стартап, вполне себе похожа на покер, на преферанс. Это не совсем шахматы, это шахматы неправильная метафора, поскольку в шахматах позиция противника видна на 100%, нет ничего в позиции противника, что было бы скрыто, в стартапах все гораздо сложнее, что-то скрыто, в чем-то есть элемент везения, в шахматах, согласитесь, элемент везения связан может быть только с не очень удачными или сильно неудачными ходами соперника, поэтому, наверное, правильная метафора все-таки это покер или преферанс. С одной стороны, таким образом, действительно, выражение fake it till you make it имеет смысл в том смысле, что совсем не обязательно все раскрывать, абсолютно точно какие-то карты можно английское выражение hold close to the chest, держать близко к груди. И, наверное, это правильно, хотя достаточно забавно, когда стартап с продажами 10 тысяч долларов просто ценой жизни скрывает эти данные о продажах и расходах, которые не нужны просто вообще никому, потому что он не интересен ни конкурентам, ни кому другому. То есть я не думаю, что есть в этом ценность. Но одна сторона действительно заключается в том, что вы играете в карты, и в картах, возможно, блеф, но насколько этично, насколько правильно, насколько честно или нечестно говорить какие-то вещи, делать какие-то, так сказать, claim, заявления, и насколько это плюс к тому, что это может быть некрасиво, нехорошо, неэтично, хотя это такие слова весьма, весьма кощеные слова, которым можно придраться по их философской сути. Это отдельный большой-большой разговор, что является моральным, что является аморальным. Но, тем не менее, давайте рассмотрим здесь как бы две противоположности. Полная честность стартапа и полное вранье. Наверное, все из вас, ну, может быть, кто-то исключение, но, наверное, почти все из вас, подумав о лозунге «fake it till we make it» и слове «startup» после него, наверное, подумают про Theranos и Элизабет Холмс. Те из вас, кто вдруг почему-то не знают или не помнят, кто это, могут вспомнить, что вот этот вот здание, вот этот островок называется «Алькатрас», тюрьма, и что, наверное, вполне возможно, хотя тоже еще не доказано, основателя Theranos, Элизабет Холмс, наверное, «Алькатрас», конечно, уже закрыты туда до коронавируса, сейчас у нас сентябрь 2020-го, ходили, я уверен, что будут ходить экскурсии, но, наверное, конец Элизабет Холмс будет не очень хороший, конец ее карьеры, хотя все может быть. Давайте рассмотрим, что произошло с Theranos, что вообще, что из себя представляет известная, всем открытая, как шахматная доска, а не как покерный расклад истории Theranos. Элизабет Холмс родилась в очень привилегированной семье, и у мамы, и у папы были очень серьезные связи, и у мамы, и у папы были очень серьезные деньги в этом, нет ничего ни хорошего, ни плохого, это факт, ну, так выпала потеряя, ни ее заслуги, ни ее вины в этом нет никакой. Она училась в шикарной Стэнфордской подготовительной школе, после Стэнфордской шикарной подготовительной школы она, естественно, имела огромные шансы, и поступила, и надо отдать должное, автомат им это не дается, это тяжелая учеба. В Стэнфорд, в Стэнфорде проучилась несколько лет, завязала классные связи и понимания, и как очень модно в Соединенных Штатах сделала то, что называется dropout, то есть в тот момент, когда она организовала компанию, она из Стэнфорда ушла. Я думаю, что вы также знаете, что она великолепный презентер, и недаром ее кумиром был, я думаю, до сих пор является еще одна блестящая и тоже неоднозначная, хотя в других смыслах, фигура. Стив Джобс, основатель компании Apple, она даже одевалась всегда в эти черные, turtlenecks, да, вот такие водолазки, по-моему, по-русски это, с горлом. Вот, кстати, вот это правильный головорез, правильный знак про Элизабет. Вот, ну, простите, этот рукой пытаюсь вам показывать картинку более прикольную, чем моя морда. Вот, она очень круто презентовала, те из вас, кто могут найти, кто могут зайти в YouTube и просто поуглить Элизабет Холмс, найдете ее потрясающее совершенно видео. Первая ее презентация, говорят, просто вызывала слезы, она рассказывала... Ой, пчелка прилетела. Она рассказывала о том, как она боялась иголок, она рассказывала о том, как ее дядя... Ну, и, наверное, это действительно была правда, я не думаю, что она обманывала. Она рассказывала о том, как ее дядя погиб в ее детстве. Вот, по-моему, каких-то проблем, связанных с кровью. Пчелка не хочет от меня летать. Вот, и в итоге, в общем, ее презентации были очень такими эмоциональными. Я думаю, что ни у одного человека наворачивались слезы, когда она рассказывала о гибели дяди, когда она рассказывала о том, как она боялась иголок с детства, и почему именно поэтому она решила создать компанию, которая по капельке крови будет делать то, для чего нужно было забирать много крови, не остановится технологический прогресс. То есть, как бы, такие классные, хорошие, нравственные, замечательные тона и эмоции она вызывала услышащих людей. И через очень крутые контакты мамы и папы смогла поговорить, встретиться и очаровать. Опять же, это ее заслуга, это не автоматом она их очаровала, но, конечно, это не ее заслуга, что у мамы и папы были такие крутейшие контакты с двумя бывшими госсекретарями, Джорджем Шульцем и Хенри Киссингером, с полным генералом, или, наверное, по-русски, генералом армии Мэттисом, который потом стал министром обороны некоторое время, с будущим министром образования, по-моему, она сейчас у нас министр образования. В Америке мало кто знает, кто секретарь чего, Secretary of Education, в переводе министр образования, Бетси Давос, такая своеобразная фигура. Вот, и все эти люди были, как бы, все эти люди прослезились, хотя я сильно сомневаюсь по поводу циника Генри Киссингера. И все эти люди дали ей другие контакты, и, в общем, она подняла сначала 6 миллионов, по-моему, потом десятки миллионов, сотни миллионов, в общем, совершенно безумные деньги от людей, которые и не очень понимали в due diligence, и когда due diligence сделали, говорили, ну как вы что, Хенри Киссингер, Джордж Шульц, Мэттис, Бетси Давос, такой-то и такой-то венчурный капитал верит в это, как же это может быть фейком? Вот, до тех пор, пока, конечно, не выяснилось, к огромному сожалению, потому что прогресс все равно неостановим, и жалко, что у них не получилось, но я уверен, что она хотела чего-то доброго, и у нее могло получиться. Просто проблема заключается в том, что, когда у нее начались проблемы, она так же, как и некоторые люди, кстати, может быть, эти люди смотрят это видео, стыд и позор вам эти люди, которые обманывают, она решила в какой-то момент, что зачем говорить правду, давайте обманывать. И вот это, собственно, и смысл нашего эпизода. В чем баланс между тем, чтобы говорить правду, извините, тут как раз Алькатратс нужно показывать, вот Алькатратс, тюрьма, в которой томились знаменитые гангстеры, не только они. Зачем говорить правду, если можно обманывать, и вместо того, чтобы пойти абсолютно нормальным путем, сказать, ребята, у нас не получается, вот это у нас не пошло, и как бы никто ей, ни в каких претензиях, кроме того, что, ох, какая бабочка шикарная прилетела, никто ни в каких претензиях бы не был, и как бы все сказали, ну окей, не получилось, слушайте, часто не получается. Вместо этого она пошла путем обмана, они закупили, причем тайно, через вторые, третьи, четвертые руки, они закупили стандартное оборудование. В одной комнате, я думаю, вы знаете, стояли эти их машинки, в другой комнате все реально делалось. Один за другим были скандалы с сотрудниками, которые хотели обманывать, наконец, один за другим, по-моему, двое, если не трое сотрудников написали журналистам. И, кстати говоря, вот еще раз маленькая шпилька тем, кто считает, что журнализм мертв, журнализм не мертв, частные прекрасные журналисты есть. И один из журналистов, Wall Street Journal, выдающийся, на мой взгляд, журналист, проделал потрясающий классический такой кейс, случай, по-английски называется investigative journalism, расследовательского журнализма, наверное, так по-русски. Вот. И стал одну за другой публиковать статьи о том, что все это обман. Она отбивалась, грозила ему исками, нанимала денег, благо было очень много разных всяких крутых людей. Вот. В итоге ей это не помогло. В итоге одно за другим расследование показало, что все это обман. В итоге ей пришлось вернуть огромное количество акций, отойти от CEO, заплатить безумно смешной, просто ха-ха-ха, по-моему, полмиллиона штраф за нарушение. Это просто смешно. То есть она совершила уголовное преступление и заплатила штраф полмиллиона. Ха-ха-ха. Вот. Ну, как бы пока судьба ее не решена, я ей ничего плохого не желаю, на самом деле. По-моему, на будущий год из-за коронавируса отложили уголовный процесс. Вот. Но, как бы пока она вот, как бы, живет и здравствует, хотя я уверен, что, конечно, она не в лучшем моральном состоянии и как человека ее можно пожалеть. Почему это длинная душесчипательная история? Многие из вас эту историю знают. Может, где-то в одном-полух местах я совершил какие-то маленькие фактологические ошибки. Пишите, скажите, чувак, ты не прав. Генри... На слове Генри Киссинджер телефон мой вдруг, я нажал пальцем на эту кнопку. Так вот, продолжаем. Напишите, чувак, ты не прав. Генри Киссинджер в этом не участвовал. Ее мама и папа не имели крутейших связей. Бет Седовоз с ней не встречалась и так далее. Ну, это действительно правда. Все, что я сказал, хотя, может быть, там где-то в одном-двух местах мог и западе шпицы. Но не суть, ребят. Длинная вся эта история связана с тем, что, смотрите, вот такой, как бы, бизнес-кейс, да, вот такой случай человека, который безумно талантливый. Я считаю, посмотрите любое ее выступление, интервью и придите в дикий восторг. Человека, у которого было все для того, чтобы достичь успеха. Крутая семья, крутейшее образование, крутейшие шансы поступления в Стэнфорд, крутейшие контакты, талант, тяжелая работа, это ей все не так далось. Прямо на тарелочке она училась с утра до ночи с человеком с потрясающим драйвом. Но при этом человек всю свою возможность успеха просто как бы вот сломал и запорол. Что произошло? Почему она это сделала? Потому что вот в этой странной формуле fake it till you make it, обмани, пока ты этого не сделал, она выбрала путь, который, на мой взгляд, поспорьте со мной, и мы это обсудим, на мой взгляд, был абсолютно нерациональным, и мы остались абсолютно нерациональным. Очень часто бывает, что у тебя не получается. Да, у меня часто не получаются какие-то вещи. Я задумывал стартап котики одним путем, немножко пошло не в ту сторону, сейчас мы переделываем, и пойдет все в правильную сторону. Я ужасно рад тому, как это идет. Были стартапы у меня, наверное, почти любого человека, кроме тех, кому вот просто буквально повезло, что сложились и обстоятельства, и конкуренты были такими-сякими. Это абсолютно нормально. Ничего нет плохого в том, что что-то не получилось. Но когда человек стоит перед такой дилеммой, два пальца в смысле, что дилемма туда и обратно, туда и в ту сторону, и в другую, то очень часто он может выбрать путь логичный, оптимальный, правильный и честный, либо в той или иной степени честный, либо путь нелогичный, неправильный, неоптимальный и нечестный. Вся история ребят типа, типа основателя Тиранос, Элизабет, показывает, что очень часто решение, которое кажется самым смелым, отважным и радикально спасающим ситуацию, ситуацию губит, потому что в Тиранос было достаточно денег, в Тиранос было достаточно слабо, для того, чтобы просто честно сказать, что, ребята, пока у нас не получается, мы работаем над другим вариантом решения, над другой машиной, все бы сказали, окей, все нормально, и даже на худой конец, если бы ничего не получилось, ну, Элизабет осталась бы героиней и продолжала бы строить что-нибудь новое. Но в результате того, что она сделала, получилось то, что получилось. То есть, понятно, что все не бинарно, понятно, что все неоднозначно, нельзя, как бы, уходить по погибшему, говорить, что они во всем виноваты, они все сделали неправильно. Но, тем не менее, вот в этой странной дихотомии, fake it, do we make it, есть выборы, которые более логичны, которые кажутся более логичными. Интересно, что в этот момент забили колокола собора Петра и Павла. Такое божественное слово. Вот. А есть поступки менее логичные. И очень часто бывает так, что поступки, которые кажутся простыми и спасительными, оказываются жуткими и разрушительными, оказываясь при этом еще и морально неправильными. Тут может быть очень интересная дискуссия. Кстати, я предвожу Веси Кухни, может быть, 21-й, провести дискуссию на тему того, что морально, что аморально, где заканчивается fake it till you make it до криминального шага, где заканчивается fake it till you make it до того шага, который может нанести вред компании и насколько риск совершения зла и обмана может быть оправдан или может не быть оправдан. Немножко сумбурное, наверное, для некоторых и сложное рассуждение, хотя я уверен, что для других интересное и провоцирующее на мысли, но я попробую все-таки подвести итог. Первое. Я все-таки думаю, что стартапы играют в покер, в преферанс, а не в шахматы, поскольку часть того, что они делают и часть того, что делают их конкуренты все-таки скрыта. Я считаю, что абсолютно никто не обязывает всех говорить всю правду, всегда только правду и ничего, кроме правды, когда речь идет об игре в покер или в преферанс. Но я все-таки утверждаю, что решения, которые принимают люди, особенно лидеры компаний, которые являются криминальными, являются решениями глупыми, вредными и абсолютно нелогичными. Вот то, что я хотел сказать по поводу подхода Fake it to make it. Спасибо, друзья мои. Всем чмоки в этой версии Multiverse. Это был 49-й эпизод Стартап Котиков и ждем 50-го юбилейного. Не забывайте, что вот это Алькатрац. Где Стартап Котики? Как растут Стартап Котики? Кто у нас Стартап Котики? Котики? Что у нас Дэнкатур ? устрац? Продолжение следует...